Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у нас с вами новинки Катрис. Да, те самые новинки весна-лето 2022 года, которые я успела урвать на Натина, пока он еще продавал и доставлял. Ну что ж, у нас сегодня в обзоре палетка теней Катрис Даррин Ньют, бальзам для губ с гибискусом, также блеск Плампер Клин Айди и новая тушь от Катрис. Начнем с бальзамчика. Купила я его, как уже сказала, на Натина за 520 рублей. Ну знаете, не 3 копейки, конечно, цена приличная. Но что хочется отметить, это роскошная упаковка бальзама. Я у бюджетных брендов настолько роскошных, наверное, упаковок бальзама еще не встречала. Упаковка тяжелая, вот просто тяжелая, как вот у люксовой помады. Выглядит красиво, ощущается дорого. Называется этот бальзамчик Wild Ghibiscus Glow Lip Balm. Он с маслом гибискуса. Сам бальзам имеет очень приятный, ненавязчивый, легкий аромат. Это не конфетный аромат, знаете, вот как мы привыкли. Нет, это аромат сладковатый, но я не знаю, честно, как пахнет гибискус, но возможно это он. Легкий, сладковатый, не конфетный, не кондитерский, а какой-то несколько иной аромат. Очень приятный. Что касается самого оттенка бальзама, он нежный, розоватый. Кстати, на губах этот оттенок довольно заметный и, знаете, придает некую такую свежесть. То есть в бальзаме имеется достаточно пигмента. Сама текстура у бальзама такая маслянисто-гелевая. Он неплохо увлажняет и питает губы. Ну, конечно, на целый день увлажнения и питания не хватит, но сейчас на весну, на лето вполне будет достаточно. На зиму, не знаю, зима уже прошла, сейчас мои губы уже стали менее сухими, то есть не настолько прям сухими, как пустыня Сахара, поэтому мне хватает, наверное, ощущения увлажненности, напитанности на пару часов от этого бальзама. Ну, в целом мне от всех подобных бальзамов хватает на такое количество времени. Неплохой бальзамчик, упаковка, конечно, шикарная, бомбическая, очень мне нравится и приятный оттенок. Он не розовый какой-то, не бордовый, а какой-то розово-коралловый, что ли. Очень красивый, нежненький оттенок, такой легкий блеск придает и увлажняет, питает. Хороший бальзам. Ну, наверное, все деньги, которые я заплатила, 520 рублей, ушли по большей части на упаковку, потому что упаковка супер. Кстати, у Катрис были подобные помады, вот типа в таких упаковках с утяжелителем, прям похожая упаковка, только теперь они ее бахнули в бальзам. Ну, бальзамчик классный, по возможности попробуйте, а может быть уже успели затариться, либо вы живете не в России и попробовали. Напишите, если вдруг вам понравился. Дальше блеск плампер, Clean ID, называется Hydra Lip Plumper. Купила я его за 420 рублей, знаете, дешевле, чем бальзам. Ну, тут упаковка попроще. Конечно, упаковка симпатичная, как у, в принципе, блесков, есть аппликатор. Оттенок, кстати, мой 030 Pink Lily. Это нежно-персиковый полупрозрачный оттенок. В составе этого блеска плампера есть ментол. Наносится блеск хорошо, ощущается на губах, знаете, таким густоватым, немножечко липковатым. Он не сильно жжет губы. Это огромный плюс, потому что я не готова страдать во имя увеличения губ пламперами. Всякие ядрёно-перцовые пламперы не для меня. Вот ментоловый я вполне люблю. Он, знаете, даёт действительно эффект заметный. Ну, не прям, чтобы у вас пельмени выросли вместо губ. Нет, есть эффект, вы его заметите. И причём эффект жжения на губах вполне терпимый. Конечно, не такой, как, например, вот от вот этого моего любимого бальзамчика Voluminizing Tint Glow от Catrice. Здесь эффект чуть более такой, ну как, жжение вы почувствуете больше. Но, тем не менее, всё как бы в пределах комфортности, скажем так. Блеск имеет скорее такой влажноватый финиш. То есть в нём блёсток, в принципе, я не вижу. То есть это влажноватый финиш и небольшой пигмент персикового цвета. Выглядит симпатично. Губки пухленькие. В общем, если вы любите подобные вещи с эффектом плампинга, но при этом не так, чтобы ваши губы разнесло на пол лица, и вы еле-еле это вытерпели, то вот этот продукт очень даже хороший. По-моему, я уже видела эти пламперы в продаже в России. Я, конечно, могу ошибаться. Может быть, это другие блески Клинайди, не пламперы. Вот этот именно называется Hydra Lip Plumper. Вот. Так что не знаю. Возможно есть, возможно нет. Кстати, в составе этого плампера имеется ещё гиалуроновая кислота. Ну, естественно, куда же без неё. А так как бы основной действующий элемент, увеличивающий губы, это ментол. Неплохо, неплохо. Приятные, знаете, губы не иссушают, потому что некоторые пламперы очень сильно сушат губы. Пока он на губах, ощущения сухости нет. Но когда вы его снимаете, конечно, через пару минут чувствуется уже прям, что сухость пошла. Ну, неплохой, неплохой. Дальше тушь. Тушь называется Maxit. Она мне обошлась в 590 рублей. Упаковка у неё такая, знаете, пузатенькая, бледно-лилового цвета. Но что меня тут удивило? Не в лучшую сторону. Щёточка у этой туши, ну, просто как средневековая булава. Колючая, огромная булава. Можно назвать эту тушь как тушь для не очень хорошей подруги. Потому что, ну, понятно, что здесь маленькие вот такие щетинки колючие, они похожи на тушь Vivienne Sabo. Да, вот эту знаменитую Cabaret. Но в сравнении с Vivienne Sabo здесь щётка, ну, в два раза больше. Вот правда, это огромный колючий болт, которым можно при желании выколоть врагу глаза. Но что касается формулы. Формула мне нравится. У этой туши она достаточно густая. То есть не слишком, конечно, она такая густая, но и не жидкая. То есть это, знаете, вот бывает туши, которым нужно раскраситься. Нет, здесь формула именно такая, что вы открыли тушь, и формула уже достаточно сгущена, скажем так. Что касается носки и нанесения. У меня не очень большие глаза и короткие, редкие ресницы. Мне не очень подходят большие щётки. Мне нужны щёточки максимально узенькие, чтобы было удобно краситься. Такая щётка мне не нравится. Конечно, она даёт приличный эффект, но, наверное, на моих ресницах это за счёт формулы туши, но не за счёт щёточки. Тушь эта заявляется как подкручивающая и объёмная, и удлиняющая. В общем, 10 в одном и полы моют, и кушать готовят, и стирают. Она в каждом слое даёт небольшую длину, небольшой объём, небольшое разделение. Я не могу сказать, что эта тушь даёт на моих глазах вау-эффект. Я думаю, если бы щёточка была бы другая, эффект был бы лучше. Но эта тушь явно не провальная, поскольку всё-таки определённую длину она даёт. Конечно, ресницы не выглядят супер аккуратно, всё-таки немножечко как-то они в разные стороны, мне кажется, у меня смотрятся. Небольшой изгиб есть, небольшой объём есть. То есть тушь не провальная, ну и не супер. То есть средняя тушь, я бы её оценила как среднестатистическую тушь. И всё-таки я хочу сказать, что здесь проблема в щёточке. Если бы не щёточка, с этой формулой можно было бы покрасить ресницы себе намного лучше. Ресницы были бы более длинные, более густые. Именно из-за этой щёточки я не могу в достаточной мере подкрасться к корням своих ресниц, скажем так. Также, что касается состава туши, заявляется, что в составе есть масло-ши. Ну, в целом, как я уже сказала, тушь среднестатистическая. И по сравнению с другими тушами, которые стоят чуть дешевле, ну, она явно не выигрывает. Попробовать её можно, но если у вас небольшие глаза, короткие, редкие ресницы, наверное, думаю, такой же не 100% эффект у вас будет на глазах, как и у меня. То есть, ну, буду пользоваться периодически, но, наверное, без особого восторга и без особой любви к этой туши. Ну и теперь приступим к палетке теней. Она мне обошлась в 1400 рублей. Вполне стандартная цена для таких больших палеток от Catrice. Называется палетка Daring Nude. Здесь 18 оттенков. Оформление, ну, не то чтобы красивое, оно и не отвратительное. Вполне обычное оформление. И сразу что бросается в глаза. Что напоминает палеточку Huda Beauty Noti. Совсем недавно у меня был обзор на палетку Evelyn Shocking Nudes, которая также косила под Huda Beauty Noti. И здесь мы видим, да, приблизительно что-то похожее. Но здесь оттенков больше, чем в палетке Evelyn. Кстати, не забудьте, ссылочка в описании на обзорчик палетки Evelyn Shocking Nudes. Гамма здесь, естественно, такая бордово-красная. Но не могу сказать, что эта гамма слишком теплая. Она, скорее, нейтрально-холодная. Здесь есть и матовые, и сатиновые, и металлики, и также два оттенка мраморных. То же самое было и в палетке Evelyn Shocking Nudes. Что касается вообще этих мраморных оттенков. Они имеют текстуру суховатенькую. Суховатую они плотно спрессованы. И сияние у них очень блекленькое. Пигментация средненькая. Ну, прям не очень. В палетке Evelyn Shocking Nudes, кстати, тоже мраморные оттенки. Они тоже не блистали каким-то сиянием. Тоже были весьма посредственными. То есть, выглядят симпатично. Они по факту только в рефилах. Ну, и не более того. Но в этой палетке есть очень крутые сияющие оттенки. Есть один дуахромный оттенок. Он дуахромит из розового в золотисто-персиковый. Очень красивый. Он сверкает и скрытся блесточками. У него вполне плотный оттенок. Но не могу сказать, что супер плотный. Но достаточный для того, чтобы использовать его самостоятельно. Также очень крутой бежево-розовый оттенок. Он сияет просто роскошно. Это металлик. Очень плотный. С приятной такой текстурой. Не слишком мягкой, не крошащейся. Просто супер. Также оттенки более теплые, коричневые, более золотистые. Они аналогичны предыдущему. Плотные, красивые, сияющие, роскошные. Также здесь есть оттенок бордовый. Такое стандартное золотишко. Медный оттенок. Это оттенки тоже симпатичные. Но они обладают, пожалуй, меньшим сиянием. Но достаточная у них плотность цвета. Что касается матовых оттенков, они достаточно шелковистые. Пигментация у них неплохая. Не могу сказать, что супер они плотные по оттенкам, но неплохие. Большинство холодных оттенков достаточно разбеленные. Но пигментация у них неплохая. Что касается макияжа. Как все это показало себя в макияже. Начала я макияж с самого темного, холодного, коричневого оттенка. Я нанесла его прикладывающими движениями выше складки. Создала им изогнутую линию. Затем холодным бордовым оттенком подтушевала его. Кстати, в растушевке эти два оттенка дают и немножечко грязи. Также пятнят. Затем тушевку я продолжила более светлым холодным оттенком. Он неплохо растушевывается, но все же с той грязью, которую наводят два предыдущих оттенка, он не справляется. Более или менее ситуацию исправил один из самых светлых. Такой бежево-розовый оттенок. Им я подтушевала границы и избавилась от большей части пятен, которые оставили все эти предыдущие оттенки. Затем я снова вернулась к темному оттенку и я спустилась с помощью этого оттенка на нижнее веко, образовав такую треугольную форму. Затем я воспользовалась снова холодным бордовым оттенком, подтушевала созданную линию. Я пропустила холодный бежевый оттенок и воспользовалась уже более светлым оттенком бежево-розовым. Растушевала всю эту линию для того, чтобы не было пятнистости и каких-то проплешин. Затем я воспользовалась более теплым бордовым оттенком. Я нанесла его на подвижные века. Он неплохо наносится, в отличие, например, от соседнего темного оттенка. Он не дает пятен и проплешин. Далее я воспользовалась сияшками. Я взяла бордовый сияющий оттенок и нанесла его частично на подвижные века. Он хорошо передается без каких-либо проблем. Кистью, пальцем я его не наносила. Он практически не осыпается. Далее красивый дуохромный оттенок я нанесла на оставшуюся часть подвижного века. Он также хорошо переносится кистью, дает незначительное осыпание. Но он очень красиво смотрится на веке и скрится розово-фиолетовыми блесточками. Очень красивый оттенок. Затем я воспользовалась мраморным оттенком, таким холодно-бордово-синим. Я нанесла его на нижние века, но особо какого-то эффекта от него я не увидела. Поэтому поверх него я нанесла бежевый холодный сияющий оттенок. Он неплохо наносится и дает действительно сияние, не то что предыдущий мраморный. И на внутренний уголок я нанесла красивый бежево-розовый сияющий оттенок. Отлично наносится, сияет металлически, очень круто. Какие впечатления у меня остались по поводу этой палетки? Много оттенков. Оттенки симпатичные на самом деле. Несмотря на то, что гамма такая розово-бордовая, но в целом она имеет нейтрально-холодную гамму. Нейтрально-холодный цвет общий получается. И я люблю такие оттенки. Они не рыжие, которые всем надоели. Или уже как мне в телеграме написали, что хватит уже тереть кирпичи в палетке. Но здесь кирпичей, можно сказать, и нет. Единственное, что меня прям конкретно разочаровало, это вот этот матовый оттенок и вот этот. Они дают грязь и пятна. Возможно, даже не столько этот оттенок, сколько вот этот. Потому что я его нанесла, потом растушевала и добавила вот этот. Конечно, этот оттенок, он навеки смотрится грязно. Он смотрится грязно, при растушевке пятнит. Но в целом я смогла немножечко подправить макияж с помощью более светлых разбеленных оттенков. Вот эти два матовых мне не понравились. Также мраморные оттенки никакущие. Никакущие прям, ну, они практически матовые. Там легкая какая-то, может, сатиновая нотка. Они практически матовые, разбеленные. Но не очень, они какие-то красивые, скажем так. Что касается других сияшек, не мраморных, они классные. Они классные и классные. И сатиновые оттенки, классные металлики. Нереально красивый, дуахромный оттенок. Он просто украшает макияж. А в целом, не стоит ли эта палетка своих денег? Учитывая, что здесь 18 оттенков, возможно, да. Но есть проблемки. То есть, если я буду пользоваться этой палеткой, то вот этот оттенок я буду обязательно избегать. Мне очень нравятся здесь сияшки. Сияшки крутые. Вот ради этих сияшек можно было бы купить эту палетку. Если, например, сравнивать с Evelyn Shocking Nudes, она стоила 800, с лишним 900 рублей. Но там оттенков в два раза меньше. В два раза меньше оттенков. То есть, получается, что чуть выгоднее брать эту палетку на самом деле. Потому что здесь больше оттенков. Как бы это единственное ее преимущество. Неплохое качество в целом, за исключением определенных, да, рефилов не очень удачных. Можно было бы посоветовать эту палетку, если она останется по такой цене 1400. Если она будет стоить 1200, здесь уже стоит подумать. Поскольку, ну, сейчас очень сложно вообще сказать по ценам, что происходит, все дорожает. Возможно, для большей цены, скажем, для 2000, это будет дороговато. Но оттенки здесь есть очень красивые. Очень красивые. Даже несмотря на неудачных два матовых и никакущий мраморный, все остальное красивое. Вызывает у меня интерес. Три сияшки просто вызывает у меня восторг. Даже, может быть, четыре, да. Четыре сияшки металлических красивых. Ну, неплохо, неплохо, скажем так. Что касается остального, ну, тушь особо бы я советовать не стала, потому что щетка, ну, так себе. Бальзамчик классный, но стоит все-таки дорого. 500 с лишним рублей за бальзам. Ну, сейчас можно найти подешевле варианты. Бальзамчики, там, масло для губ, которые будут стоить рублей 300, там, 200 с чем-то даже есть. Да, Элен Про, например, на Вайлберс продается. Красиво выглядит по-люксовому, ощущается по-люксовому. Оттенок бальзама красивый, увлажняет, питает. Ну, тут, как бы, смотрите по цене. Если вы хотите заплатить за бальзамчик 520 рублей, то можно, потому что он классный. Ничего не хочу сказать. Что касается вот этого плампера, это эффективный плампер и плампер комфортный, потому что эффект сжения, он терпимый. Да, вполне терпимый, не доставляет сильного дискомфорта. Поэтому плампер я бы тоже, коли найди, вот этот посоветовала. Так что неплохой получился, скажем, обзорчик. Откровенно, каких-то гадких продуктов сегодня не было. Поэтому будем считать, что за тест обзор удался. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки, подписываться на канал, также подписываться на мой телеграм-канал, на Яндекс.Дзен и вступайте в мое сообщество ВКонтакте. Ну что ж, до новых встреч. Пока-пока.